В нашей стране девушки очень следят за своей внешностью и делают все, чтобы становиться красивее день за днем. Правда, помимо косметологов и визажистов, есть и иные специалисты, к услугам которых женщины прибегают все чаще. Ахирке Бахтпайгзе в своей постоянной рубрике о красоте развеет все мифы пластической хирургии. Смотрим. Нам, девушкам, так часто хочется что-то в себе улучшить. Подправить, исправить, дополнить, увеличить, уменьшить. В общем, меру мы знаем не всегда. Поэтому комментарий специалиста как нельзя кстати. У него-то мы все и спросим. Чингис Сержанович, допустим, если я хочу сделать грудь, меня останавливает тот факт, что грудь-то буду делать под общим наркозом. Я вот думаю, а стоит ли игра свеч? Общий наркоз – это более комфортная анестезия для пациентки. Конечно, можно и теоретически, и некоторые хирурги практикуют это, делают под местным обезболиванием. Но под общим наркозом длительность операции 30 минут, пациентка спит. А какой размер груди делают чаще всего? Для каждой пациентки это все индивидуально. Вот мы не можем заставить человека, я всегда им говорю, пациенткам, если вы носите рубашку С, вы же не оденете М. Или наоборот, если М носите, вы не оденете С. Поэтому для каждой пациентки индивидуальный подход. Мы выбираем импланта под ее формы, под ее структуру тела, под ее конституцию, чтобы это было комфортно для нее в будущем и выглядело максимально естественно. Кстати говоря, самый распространенный слух о пластике груди все-таки оказался мифом. Миллионы женщин по всему миру свято верят в то, что после нее кормить грудью невозможно. Но врач развеял и эти сомнения. Оказывается, все-таки можно кормить. Но неужели все так безоблачно? Грудью кормить можно, наркоз не вреден. Наркоз и не полезен. Будем говорить так, что он еще и не полезен. Но в данном случае здесь, конечно, общий наркоз облегчает ситуацию для пациентки, облегчает работу хирургу и пациентка комфортно себя чувствует. А какую операцию чаще всего предпочитают делать казахстанские красотки? Самая популярная операция в нашей стране – это в первую очередь блефоропластика. Потому что у нас азиатский регион, это раз, азиатские веки. И во-вторых, сама по себе блефоропластика, она, можно сказать, операция не только женская. И мужчины тоже прибегают к ней, потому что есть медицинские показания к блефоропластике. И поэтому на первом месте в любом случае на данный момент это блефоропластика. Но если процедуры пластической хирургии так распространены, откуда берутся те, кто настойчиво утверждает, что у них все свое? Мол, матушка природа такой красотой наградила. Ответ прост. Большинство предпочитают не афишировать изменения в своем теле. Почему, рассказала звезда инстаграма Асем Нурсиитова. Она, кстати, ничего не скрывает. Асем, скажите, пожалуйста, а какой у вас сейчас размер груди? У меня около… Нет, мы же говорим 350 обычно. А это где-то 2,5. А было сколько? До родов у меня примерно двойка. То есть вы поменялись двойки на 2,5? Конечно, хочется чуть больше. Вы сами понимаете, что после третьих родов грудь меняет форму. Поэтому, чтобы вернуть прежнее состояние, чтобы она была красивой, я решила на это. Я не считаю, что нужно скрывать, но и кричать тоже об этом не нужно. Но нет смысла, если это видно, если это красиво, если это нравится. Зачем я буду скрывать это? Действительно, скрывать незачем. Главное в поиске идеальной версии самой себя не растерять индивидуальность. Не зря народная мудрость гласит «все хорошо в меру». Мы не выступаем за классические операции или против. Самое главное – это находиться в гармонии с самой собой и осознавать свою внутреннюю красоту. Тогда и внешне все будет окей. Со сделанными грудями или с натуральными. Агарьке Бахтыбайхаза Тимирбек Нагманов – хедлайнер.